Ситуацию на российском кормовом рынке обсуждаем с исполнительным директором Национального кормового союза. Сегодня в студии ветеринарии жизни Сергей Михнюк. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Юля. Какие тренды вы сегодня можете обозначить на российском кормовом рынке? Ну, во-первых, спасибо, что пригласили на дискуссию в рамках проводимой выставки «Корнвет-2023». Касательно текущих трендов, которые мы наблюдаем в последнее время, мы можем отметить следующее. Я тут набросал немножко к себе. Это слияние поглощения, которое сейчас происходит и далеки еще до завершения, когда крупные игроки поглощают более мелких игроков. Что касается следующего тренда, это смена собственников тех или иных ранее не своевременно реализованных инвестиционных проектов. В качестве примера можно провести тот же «Дон Биотех», который недавно сменил собственника. Следующим трендом является развитие в последнее время очень сильной рынка кормов для аквакультуры, которую мы наблюдаем. Еще одним немаловажным трендом в последнее время является стабилизация предложений на рынке резина. Данный факт стал возможным благодаря появлению нового игрока на рынке резина – это Белорусской национальной биотехнологической корпорации, с которой мы в мае этого года провели совместный биотехнологический форум Союзного государства. Также одним из значимых трендов в последнее время после начала специальной военной операции заметился тренд по уходу либо формальному, либо капитальному уходу западных игроков с российского рынка. Если говорить про формальный уход – это речь идет о смене бенефициаров тех или иных юридических лиц. Первый пример, который мне приходит на ум – это компания «Трава Нутришин», члена Национального Кормонного Союза, которая некоторое время назад сменила пул своих бенефициаров. Что касается капитального ухода с рынка, то мы можем говорить о таких компаниях как «Ивоник Химия» и о компании «БАЗ», которые решили кардинально покинуть. И есть еще ряд компаний, которые сейчас обсуждают порядок выхода с российского рынка. Вопрос находится в стадии исполнения данных европейскими штабами поручений, так назовем. Сейчас, получается, западные компании ушли по тем или иным причинам с российского рынка. Кто сейчас занимает эту нишу? Как правило, нишу занимают те самые китайские площадки, которые, по сути дела, и были теми производственными площадками, которые производили по европейским заказам или европейским технологиям те или иные продукты. И за это время очень хорошо прокачали свои компетенции в этих вопросах и сумели за счет европейских ноу-хау наладить производство и отточить технологические процессы тех или иных производимых продуктов. Как сейчас складывается себестоимость продукции? То есть была в основном европейская продукция, она не была дороже, чем китайская. То есть нет ли такого, что сейчас получается дешевле некоторые кормовые добавки? Вы знаете, во-первых, все определяется трендами. Ряд продуктов, они имеют ярко выраженную сезонную политику ценообразования. Что касается европейских или китайских продуктов, ну, есть, допустим, продукты commodities, которые, как правило, производятся сейчас в своем большинстве в Китае и которые, по сути дела, просто за счет брендирования мешков тем или иным европейским логотипом сразу увеличивают цене плюс процентов. Что касается более точечных или высокоинтеллектуальных продуктов, то, как правило, это были европейские производители, которые не предполагают необходимости наличия производства крупнотоннажной химии и обходятся довольно-таки скромными производствами мощностями. Но в настоящий момент наблюдаются очень непростые, так скажем аккуратно, вопросы с логистикой, как с техническим исполнением, мы говорим про Европу сейчас, так и с ценообразованием. Поскольку стоимость выросла довольно-таки существенно, а любой контейнер, в котором, как правило, перемещается талинная кормовая добавка из Европы, может в себя принять ограниченное количество либо по весу, либо по объему, то, соответственно, все это ровным слоем разносится на единицу перемещаемого объема, и не всегда талинная кормовая компонента, так ее назовем, при достижении склада назначения DDP в итоге становится конкурентоспособной. В качестве живого примера могу привести такой кейс, когда мы в июле месяце подавали очередной пул кормовых добавок на рассмотрение возможности их открытия Росвихознадзором, то спустя некоторое время, когда я делал опрос в виде обратной связи тех участников кормового рынка, которые просили затерянные кормовые добавки, давали под них гарантийные письма. Меня интересовало, как у них начало происходить исполнение ранее взятых гарантийных обязательств перед Росвихознадзором, поскольку я в этой истории выступал, ну скажем так, модератором скорее. И получилось так, я был очень так удивлен, что довольно-таки за короткий промежуток времени те или иные кормовые добавки европейских производителей, я не буду называть страны, не буду называть производителей, вдруг оказались, во-первых, неконкурентоспособны по цене, потому что помимо возросшей стоимости есть еще возросшая себестоимость, которая так или иначе завязана на энергоносителе. Ну и, соответственно, когда тебя нет на рынке какое-то время, то, как говорится, святое место пусто не бывает, на это место приходят сразу какие-то другие альтернативные продукты, которые довольно-таки быстро успевают занять твою нишу, из которых потом выбить, ну, крайне сложно. Какие сейчас вообще факторы оказывают влияние на себестоимость кормовой продукции? И вообще, вот, как бы, себестоимость, если сравнивать с прошлым годом, есть ли у дорожания? Ну, я скажу так, есть у нас, ну, порядка трех таких ключевых моментов, которые крайне, крайне существенны при формировании себестоимости. Сейчас не говорю как бы со знаком плюс или минус, мы говорим как модуль эти факторы. Значит, это у нас цены на зерно, которые очень существенно финализируют конечную стоимость продукции. Есть у нас затраты на белковые продукты, причем независимо от происхождения происхождения животного или растительного происхождения. Далее, есть крайне, крайне существенный момент, это вопрос цен на электроэнергию, потому что мы знаем, что цены на энергоносители для сельхозтоваропроизводителей существенно другие, нежели цены для обычных промышленных производств. В какой-то степени это можно охранять, как некий энергетический геноцид, который пока не имеет своего решения. Буквально полчаса назад этот же фактор также звучал на одной из конференций, проводимых в рамках текущей выставки корм Е2023. Ну и третий момент, это у нас цены на витамины, которые тоже довольно-таки существенны при формировании конечной стоимости комбикормов. И помимо качества еще важна и цена. Вот знаете, по поводу витаминов и аминокислот. У нас получается 80% поставляется из Китая. То есть практически Китай сейчас монополист. Это для рынка хорошо или плохо? Вы знаете, это не хорошо, не плохо. Это данность, если на текущий момент у нас в силу геополитических тектонических сдвигов так получилось, что основной вектор предложения кормовых компонентов переместился из европейских или других стран в Китай. Ну значит, так тому и быть. Наши российские потребители кормовых компонентов, люди довольно-таки опытные, компетентные, я бы даже сказал ушлые. И им просто так что-то непонятное продать сегодня, ну совсем невозможно. Понятно. Поэтому если они считают, что кормовая компонента, поставляемая из Китая, по этой цене в такие-то сроки, она для них приемлема, как по качеству, так и по цене, значит так тому и быть. И вот в конце очень коротко прогноз, на какие объемы по комбикормам, по премиксам выйдем на конец года? Если брать 9 месяцев этого года, то с точки зрения объемов производства мы идем плюс-минус в тех же объемов, которых были в прошлом году. Если говорить по стоимости комбикормов, то по данным аналитического агентства Фидлот, основанных на других первичных источниках статистической информации, мы можем говорить о том, что цены на комбикорма снизились примерно на 12%. Соответственно, со стороны комбикормов или кормов для производства продукции животноводства говорить о том, что именно этот, допустим, фактор будет являться неким ключевым основанием в случае увеличения цены на продукцию животноводства, мы бы воздержались. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всего доброго.